Приветствую вас, прочитал вопрос, прочитал ответы коллег, ну не все, не все, конечно, ответы коллег, вот, довольно разноплановые ответы получились у моих коллег, то есть, кто-то считает, что вообще все сходятся на том, что надо обязательно вашего брата как-то стимулировать, да, к тому, чтобы он жил сам, к тому, чтобы он действовал сам и, в общем-то, что деньги ему давать нельзя. Вот, вы знаете, как помочь, как помочь? Ну, первое, что я хотел бы сказать, да, это то, что вот с коллегами со своими относительно вот моментов тех, которые касаются возможностей или там невозможностей, давать деньги вашему брату. Здесь я, конечно, не разделяю мнение, потому что, как это видится мне, что если человек действительно хочет, если человек действительно, ну, желает, чтобы ему как-то вот помогли, если человек действительно хочет жить отдельно, если у него действительно есть к этому какие-то, ну, при посылки, да, если у него действительно есть для этого желание, если вы видите, что у него есть потребность в том, чтобы жить отдельно, реально здесь есть отдельно только, вот, то в этом случае деньги, конечно, ему можно дать, но, опять же, не конкретно ему в этот момент его нужно понимать хорошо, что деньги даются не конкретно ему, а, например, помочь ему с покупкой квартиры, именно. Вот именно с покупкой квартиры помочь ему можно, потому что, потому что, ну, мало ли, может быть, действительно, человек хочет жить отдельно, в любом случае, а, как это видится мне, что шанс ему даст все-таки стоит. Пусть выберет квартиру, пусть выберет жилье, и вы уже тогда поможете ему, как бы, как бы, непосредственно уложить эти деньги в квартиру. Вот. Если хочешь что-то, пожалуйста, мы поможем, вот, собственно, на квартиру деньги вы ему дадите, дадите. Я полагаю, что это такой, знаете, справедливый вариант, который устроит и вас, и брата, и мам. Если, конечно, все настроены именно на то, то, чтобы, ну, приобрести квартиру. То есть, если вы настроены на то, чтобы дать брату возможность там жить отдельно, например, то есть, я ведь, не знаю, да, может быть, в ситуациях как-то складывается иначе, у вас. Вот. Но в этом случае, в этом случае, я думаю, действует нужно именно так. Если он будет говорить вам о том, чтобы вы дали ему именно деньги, да, то есть, если он не захочет на ваши условия соглашаться, вот, ну, тогда, тогда, конечно, не стоит давать ему эти самые деньги, потому-то он, скорее всего, пропил. То есть, здесь я предлагаю вам дать ему шанс. Поговорить, как он видит, вот, то, что вы даете ему деньги, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в том, что касается алкоголизма. И почему вообще алкоголь, ну, почему появляются алкоголики? Алкоголизм – это отсутствие границ. То есть, человек не видит своих границ, человек не осознает свои границ, человек не понимает границ других, не умеет говорить «нет» себе и, возможно, не принимает, когда ему также говорят это самое «нет». Алкоголизм – это всегда, всегда проблемы с границами. И вам необходимо это учитывать. Откуда появляются проблемы с границами? Проблемы с границами – это, конечно, воспитание. И я, как бы, не спорю с тем, что ваша мама, она прекрасная, что она чудесная, что она замечательная и так далее. Я с этим не спорю. Но я также понимаю, что, возможно, скорее всего, она гиперопекала вашего брата, и именно из-за гиперопеки брат стал таким. То есть, его границы не уважнялись, за него пытались все сделать, ему инициативы проявлять не позволяли. И, соответственно, именно по этой причине мужчина вот так и не привык себя проявлять, а точнее привык проявлять, но только вот через алкоголь. К сожалению, к сожалению, только через алкоголь. Что, безусловно, является признаком того, что человек нереализован. Нереализован в жизни. Соответственно, вашей маме и вам желательно прийти к такому выводу, что действительно брату нужно дать самостоятельство. И жизнь у него наладится только после того, как он почувствует себя вот относительно хотя бы свободным, относительно хотя бы самостоятельным, относительно хотя бы независимым от вас, от мамы своей. Да. Это вот важный момент. Важный момент. То есть, еще раз. Я не обвиняю вашу маму. Ни в коем случае ее не обвиняю. Не пытаюсь ее обвинить. Но. Я хочу, чтобы вы поняли, что алкоголиками так просто не становится. Или людьми просто, даже если вы не согласны, что он алкоголик, да, то просто человеком, который любит выпить, не становится так просто. У этой потребности выпивать есть свои причины всегда. Всегда есть свои причины. И эти причины в данном случае напрямую зависят от того, как он распитывается. А распитывается вы сказали так, что отца не было у него, да, то есть снова болел. Вот никакого мужского поведения там не было и в помине, и, соответственно, человек остался вот таким нереализованным. Далее. Вам. Вам не нужно здесь, как и правильно сказали мои коллеги, играть в «Спасителя». Потому что у мамы с ним, какой бы чудесной она ни была, я имею в виду мама, да, какой бы чудесной она ни была, у нее с ним свои отношения. И для всех, ну, то есть вот, например, для вас, Капустин, для брата, там, еще для кого-то, да, она чисто физически не может быть хорошей. То есть если она хорошая для вас, это не значит, что она хорошая и для брата. Вот это, пожалуйста, учитывайте тут, то есть есть ваши отношения с ней, и они удовлетворительные, они идеальные по вашему мнению. И оставьте это так. Есть его отношения с ней, с брата, отношения брата с мамой. И они такие, оставьте это тоже так. И не стоит туда, как бы, шалаться и не стоит делать выводы об этом, об этих отношениях, ну, о том, как они между собой взаимодействуют. Потому что, как бы, у них свои отношения. И если мать для вас сделала действительно много, то что ему, как мужчине, нужно было, нужно было, к сожалению, немножко другое что-то. То, чего мать дать ему не могла никак. Ну, просто в силу того, что она мать. Вот, значит, спасать брата, опять же, спасать, то есть постоянно брать за него ответственность не нужно. Тут вам, в принципе, тоже правильно сказали мои коллеги, что если вы хотите реально помочь брату, то не стоит ему помогать постоянно, все время, нужно сделать для него что-то, один, например, раз. Ну, вот, как в случае с покупкой, допустим, как в случае с покупкой квартиры. Вы ему квартиру покупаете и все, как бы, и все в порядке, все хорошо. Вот. Вы помогаете ему, после этого живется. Так это взрослый человек. Позвольте ему быть взрослым. Позвольте ему иметь возможность реализовывать себя. Позвольте это. Позвольте это. Это важно. Периодное. Это очень важно. Понимаете? Вот мне показалось, показалось, что вы не даете ему такой возможности. Ну, сами. Вот вы сами такой возможности ему вообще не даете. Вы не даете ему возможности быть взрослым. То есть правильно вам сказали коллеги, да, что не нужно никого спасать в этом контексте. Не нужно. Оставьте его. Это вот то, что касается именно мамы. Мама сделала все, что могла. Мама делала все, что могла, но у нее, естественно, у нее возможности ограничены, потому что она мама всего лишь и она женщина и, ну, она не может, не может больше, да. А вам, вам необходимо все-таки больше жить в своей жизни. То есть вот решите для себя, что вы делаете для брата вот это и все. И больше вы для него, например, ничего не делаете. Так сказать им, что вот мы себе покупаем квартиру, например, покупаем квартиру, помогаем, допустим, с работой, ну, с устройством на работу, да. Вот. И после этого все. После этого ты живешь как бы сам в своей жизни. Вот. И от этого уже не отходите, от этих вот убеждений своих не отходите. Знаете, мужчина это такое существо, да, что если вы будете все время ему помогать, если вы будете все время для него что-то делать, то он никогда не поменяется, никогда не станет другим. А ведь жить-то ему нужно все-таки самостоятельно, без вас, понимаете. Так называемая четкая модель любви. А то, что делаете вы с ним, то как вы к ним относитесь. Это такой привычный, знаете, привычный женский, материнский тип любви, который, да, хороший, но, как бы, хороший только если, только если есть еще кто-то, то есть, если есть, например, ответ, мужчина или есть другая фигура. Вот. Ну, я думаю, да, можно ответить вам на вопрос, на вас. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok